Доброе утро! Моё лицо при свете дня, ну вот такое, а по ощущениям просто как натянутое, вот как яичко, я не знаю, знаете, как вот эта плёночка, когда ты чистишь яйцо или сырое разбиваешь случайно, и там есть плёночка, и вот у меня такое ощущение, что вот-вот-вот сейчас лопнет, прям натянутая. Или это убеждение действует, или мне кажется, что немножко как разглаженное и тургор лучше, то есть не такое, как апельсиновая корка, а именно гладенький. А это волосы, у корня просто как-то свеженький, а здесь гладенький, это всегда после кокосового масла закрывается чешуйка, если бы ещё смешать с пантенолом кокосовое масло, то вообще прелесть. Еду на работу, мой латы в стакане, потому что не допила в сумке яблоки, всё, еду работать с утра пораньше. Работала я, работала, и пришла ко мне в гости, угадайте, красная шапочка с корзинкой пирожков, Лариса пришла, принесла пирожное картошку, у нас на столе, как ты знаешь, в Советском Союзе, пирожное картошка, стаканы, пьём чай, сейчас буду уже уезжать. Настюха ходит. Не, ну он ещё не едет, но сейчас приедет. А мы с Ларисой, кстати, ищем какие-то шуточные видео, чтобы нас снимать и поделить пополам, или как-то ей просто на канал нас снимать, или мне. Нас же же это, как дурковать-то. Нам бы вооружать это. Ну да. Мне знаешь, всё равно кому. Да-да-да-да-да. Лишь бы было весело. Дома Миша забрал меня с работы, и я себе сделала два ноготочка. Аквариумный вариант, такой френчик. Ну, блин, я забываю постоянно забрать на работу эту декорацию. Немного скупились, всё по-простому. Морковь, бречка. Здесь у меня скумбрия. Её ещё называют макрель, кто как. Это уже на Новый год прикупили. Оливки сейчас. Это оливки мы купили. А, маслины. И немножко ещё на Новый год купили кукурузу, горошек. Вот. Мандарины на сейчас. Салат я себе на работу взяла. Завтра отварю курицу и салат. В общем, такое. Сейчас буду быстро готовить свинину с тушёной капустой и гречку на ужин. У меня Новый день. Как сказал Миша, жизнь налаживается. Потому что Хатунечка опять начала покупать латте. Потому что... Ой, мы сейчас бегали по рынку, искали Викторию опять наряд. Топики и велосипедки. Слава Богу, нашли. Велосипедки обрежу. Там взяла ёлочки уже продают. Маленькие. На работу самое оно. Кинемся, купим. Сейчас направляюсь на работу. Доздрствует, слава Богу, работа. Ну, вообще, в принципе, доздрствует работа. И слава Богу, что она есть. Больше сказать нечего. Уставшая. Надо спать, нормально ложиться. Тикток. Блин, всё. Сегодня вообще в Тикток не захожу. Это какая-то зависимость. Тикток. Я просто в шкуре своих детей. Сейчас нахожусь, которые залипают в Тиктоке. Но сегодня не буду вообще заходить. Всё, бегу на работу. Иду и размышляю, где можно раздобыть веток. Наломать немало веток, обломать немало дров. Мне нужны ветки крупные. Куда Миша мой приехал. Всё, собралась. Мои визиточки. Собралась, буду уходить уже. Я дома вечер дала Виктории померять в Тиктоке. Не поймай, что меня решили. Та не жирная ты, успокойся доходяга. Доча, мы с папой задолбались, пока нашли тебе топ. И лосины. Лосины я ещё велосипедки обрежу. Они подкрутятся. Вот, да сюда. Они подкрутятся. Не нервничай. Пиджак сейчас в чёрный. Сейчас задача номер вообще, не знаю, как назвать. Найти в квартире чёрный пиджак. Куда-то дели. Миша снимал видео. И теперь мы не можем найти мой пиджак чёрный. Этот не подходит дать полоску. А в чём вы обуты? В мягкасах. Короче, продолжение вы увидите на моём канале. Завтра буду снимать влог. На свою камеру. Сними пиджак. Искали Виктории топик. 43 года искали. Наконец-то нашли. Потому что зеркало замацанное. Сейчас вообще не до зеркала. Сейчас у меня работа, у Виктории концерты. У нас проблемка нарисовалась. Из-за того, что куда бы мне стать. Из-за того, что... Дочь, ты, а ну, покажись. Ну, нормально. Топик подходит? Да. Это самый лучший, да? Из-за того, что это. У неё есть вообще специальный профессиональный топик для... Всё, дочь, можешь идти. Для... Смотри, дайте что-нибудь поесть. У неё есть нормальный топик для танцев. Такой непреновый, плотный. Но для выступления нужен был короткий. И вот такой вот взяли. Лосины нужны были. Велосипедки короткие. Я взяла вот эти дешёвые. Потому что их можно обрезать. Но их не жалко обрезать. Я купила за 70 гривен. Ну, не я. Муж купил. Я просто нашла. Хотя обрезать жалко. Потому что там так неплохо сделаны. И бантики. Но... Хай уже танцует. Происходит сейчас накладка. Потому что с 19 декабря отменяются все корпоративы, свадьбы, отмечания праздников. Ну, то есть всё. А у них на 20-е был поставлен танец. И сейчас их переносят, кажется, концерт. На 18-е. И из-за этого такая начинается круговарив... Вообще непонятно, как всё будет. Театры выступают, танцевальные выступают. Они всё перест... Им написали, что девочки в режиме... Как вам сказали? На низком старте. На низком старте все. Может быть такое, что выступление завтра. И вот она скачет. Вот скачет. Больше ничем не занято. Только скачет. Полотенце на двери. Как всегда, держим ещё быть. Хочу кушать. Я прибитая. Малёха. Пока попрощаюсь. Сейчас поем, может, повеселее. Наконец-то Виктории купили костюм. Если честно, я рада, как мама. Потому что мы пока купили его. Вот то, что она хочет. Мы ей купили классную майку такую. Топ. А он длинный. Она говорит, мама, ну все с голыми пупами, а я нет. Ну, как бы мы и не хотели, чтобы она была с голым пупом. И она не хотела. Но в итоге она выглядит не с голым пупом. Всё внимание на неё. Лучше уже с голым, как все. Будет меньше внимания. Да? Пресс надо качать. И по ночам не хомячить. Иди сюда. Красотка для мамина. Черная брова. Да? Да? Кися мамина. Кисюничка. Ласонька мамина. Как же я устала. Ты посудку помыла. Умничка такая. Вот что ты на папу смотришь. Папа помыл? Нет. Миша? Да. Брат тебя любит. Не вонял? Нет. Ну, а ты истерила? А ты истерила или нет? Я сначала постеляла, а потом папа... А я потом вижу помещу лякси, что он не против помыла. Ты же смотри, теперь ты ему должна. Я как бы не должна, он меня попросит, когда я помыла измена посуды. Мне Алексей должен. Я забирала один раз посуду. Слава Богу, дети научились сами разбираться. Все, я кушаю соляночку. Сейчас буду готовить. Сейчас покушаю солянку. Немножко освоюсь дома и буду готовить ужин. Я на кухне, как вы поняли, жарю рыбку. Сейчас буду делать томатик. Сушить. Сейчас покажу. Рыбка красивенькая. Рыбка красивенькая, это фейк мерлуза. Вот так вот 3-4 штуки взяла, и нам на один раз по 2-3 кусочка на ужин очень-очень хватит. Сейчас буду уже доставать в сотейник и тушить лук. Ой, вы упали. Девочки, вы упали. И тушить лук-морковку, заправлять с томатом. И все. Все быстро. Я сегодня какая-то прибитая. Это касается работы. У меня такие соображения. Мы, конечно, с Мишей пока ехали, болтали. Но я об этих соображениях расскажу в отдельном видео. Как раз я его планирую снимать. Про ногти. Как я пришла. Там все, все, все. Потому что, на самом деле, у меня эта тема интересная. Я не просто там, знаете, сидела-сидела и такая думала, о, займусь ногтями. У меня был интересный сам путь. Почему именно ногтями я началась заниматься в Черкассах? И как? Этот путь был интересный. Есть что рассказать. Если коротко анонсировать, то я выиграла проект. Я писала план, бизнес-план, защищала его перед киевскими представителями. И таким образом начала заниматься. Но подробнее расскажу потом и даже покажу документы. Просто, знаете, в жизни каждого человека, неважно, там, мастер, профессионал, бывают такие дни, когда у тебя что-то не получается. Или ты допустил ошибку определенную. И вот когда у меня такие дни, то, честно говоря, я благодарю Бога, что я не врач. Потому что такие дни бывают очень редко. У меня сейчас это, ну, может быть, раз в полгода. Когда это я сама, осознанно, зная, что не получится, продолжала делать. Потому что человек сказал, хочу. Ой, девочки, это все надо подробно рассказывать. Но сейчас как-то я не настроена, и это время займет. В общем, ладно. Ну, я сегодня бесплатно переделывала. Это все мелочи жизни. Сама виновата, сама переделала. И как вам тут живется у нас на кухне? Стоите тут уже весь день. Ничего не делайте. Хоть бы посуду за меня помыли, взяли. Я, блин, сам стою. Как у вас вообще дела? Расскажите мне в комментариях. Вот возьму и специально зайду под это видео и почитаю. Как у вас дела? Давайте о наболевшем. О радости какой-то с вами вместе порадуюсь. Я вот, например, что могу вам сказать. Была возможность купить камеру хорошую. И был выбор открыть второй магазин, интернет. Разбанить. Я взял и разбанил второй магазин, а не купил камеру. Конечно, уже пожалел, потому что пока магазин не окупается. Но всему свое время. Иногда стоит чем-то жертвовать, чтобы потом приобрести больше. Устал уже маленько. Но сейчас опять буду фотать. Работать буду немножко там. Потому что когда работать, еще как не в молодости. Вот я перед этим, конечно, поиграл. Два часа. Но то такое, не важно. Но я перед этим весь день работал. Между прочим. Кто устал, планировал снять видео в ТикТок. Но что-то как-то не дошло. Но что-то вдохновение как-то не дошло. Но, я не знаю, идея не созрела. Задумка есть, а додумать ее, как это дальше сделать, нету мысли. Мама лежит, отдыхает, что-то ей так себе чувствует. Вот поэтому, наверное, она не монтирует этот клоф сейчас. Какие уроки делают? Все смотрят YouTube. Сдал сегодня первый экзамен, кстати говоря. А мне, из-за того, что я на универ поработал много, занял призовое место там, короче, в конкурсе всеукраинском. Мне закрыли курсач автоматом. Закрыли один экзамен автоматом, второй экзамен автоматом. Вроде бы все. Ну, короче, очень классно. Поэтому ребята, которые смотрят это видео и будут поступать в универе, или уже учатся в универе на первом курсе, еще не прохавали какие-то фишки, участвуйте в каких-то мероприятиях в универе. Вам это согреть на руку. Поверьте мне. Я когда сделал первое видео, мне сказали, о, мы сейчас его выложим на фейсбук. Я говорю, не стоит. Не хочу участвовать в универской жизни. Мне сказали, будешь участвовать. Я такой, ладно. Короче, бредни сумасшедшего какие-то получаются. Я не знаю, что тут наговорил. Он офигитник какой-то. Говорю тихо, потому что мама уже легла отдыхать. Спасибо. Продолжение следует...